Мастер-класс по лазерному парабиатлону впервые провели в Симферополе в парке имени Гагарина. Этот вид спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья разработал Олег Стекольников. Он пять лет проводит соревнования в Сочи. Там же на протяжении года работает секция по лазерному биатлону. Этот вид спорта доступен многим, ведь не требует специальной арены или дорогостоящего оборудования. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Мы занимаемся большим теннисом, теннис на колясках. И тоже его когда-то, три года назад, впервые привезли в Крым. И по сей день этот вид спорта развиваем. Поэтому мы решили посмотреть, как по лазерному биатлону для большинства групп инвалидности этот вид спорта полегче. В Симферопольской команде подарили набор для биатлона. Организаторы надеются популяризовать этот вид спорта на полуострове и вскоре провести первые соревнования. Появится как аттракцион это и как занятие физической культурой. Потому что это предполагает пробежать определенную дистанцию, попасть в мишени. Ну и либо стать чемпионом, либо поставить для себя цель стать им. Порядка 300 миллионов рублей выделили на строительство дорожной сети микрорайона «Исмаилбей» в Евпатории. Работы ведутся по федеральной целевой программе. Завершается второй этап. Как обновляются улицы, знает Сабина Дениева. Более 6 километров нового дорожного полотна в микрорайоне «Исмаилбей» полным ходом идет строительство улиц. Для местных жителей это радостное событие. Укладывать асфальт здесь начали только в российском Крыму. Еще полгода назад для неярости и Тумировой добраться из дома до центральной дороги, особенно в дождь, и с детьми было серьезной задачей. С мая месяца они начали у нас работу. Ну май, апрель. И вот преобразилась у нас. Была достроена наша школа, детский садик. В проекте есть строительство спортивного комплекса. Ну вот этого всего хотелось бы увидеть нашим «Исмаилбей». Строители уложили основание и покрыли его асфальтом. Установили бордюры и сделали тротуары. В этих работах на данный момент задействовано порядка 45 человек. Механизмов у нас 18 штук различных. Это асфальтоукладочная техника, грузоподъемные механизмы, погрузочная техника, экскаваторы-погрузчики и транспорт самосвалы. Строительство дорог и благоустройство улиц на завершающей стадии. Рабочим осталось установить дорожные знаки, тактильные плиты для людей со слабым зрением. Сдадут объект в конце сентября. Теперь добраться на работу, в школу, в поликлинику или просто доехать до родственников, друзей – не проблема. Здесь проживает более 7 тысяч человек. «Исмаилбей» – самый крупный микрорайон компактного проживания крымских татар в Евпатории. На строительство дорог в рамках федеральной целевой программы выделили около 300 миллионов рублей. «В микрорайоне «Исмаилбей» было предусмотрено два этапа строительства дорог. Первый этап строительства дорог и второй этап строительства дорог. Сейчас мы являемся свидетелями уже завершения второго этапа строительства дорог. Значит, порядка 8 улиц во втором этапе и всего, охваченные первым и вторым этапом, порядка 18 улиц». Капитальное строительство дорог и благоустройство улиц в «Исмаилбей» продолжится. Всего в микрорайоне их 60. Документация еще на 42 проходит экспертизу. Сабина Дениева, Дмитрий Низовой, телеканал Милет, Евпатория. 50 пациентов выздоровели за сутки в республике. Новых случаев заражения ковидом – 230. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Сергей Аксенов. За весь период ковид подтвердили свыше 74 тысяч человек. Число выздоровевших пациентов – более 63,5 тысяч. За сутки скончались 12 человек, за весь период – 2368. В Крыму действует масочный режим. Проводятся рейды по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических мер и продолжается иммунизация населения. Представители корейской диаспоры из Киргизии и Узбекистана прибыли на полуостров. В парке имени Гагарина гости из Средней Азии почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. В республике общественники впервые. Здесь мы находимся для того, чтобы почтить память воинам-освободителям, которые отдали свои жизни войне от 1941 до 1945 года. У вас здесь, в Севастополе, очень большая корейская диаспора, и мы хотим взаимодействовать с этой корейской диаспорой. Вот приехали первый раз на полуостров. Также общественники приняли участие в автопробеге. Колонна стартовала из Москвы, далее Симферополь, Севастополь и Ялта. Финальная точка маршрута – Сочи. Его цель – объединение предпринимателей корейской диаспоры по всей стране. Представители нашей общины расположены в Северном Крыму. То есть они занимаются в основном фермерством и сельским хозяйством. Также много представителей на побережье. То есть это и гостиничный бизнес. А что касается столицы, то в основном это в сфере общественного питания, рестораны и кафе. Укрепляется спортивная инфраструктурная мощь Крыма. Причем не только в городах, но и в сельской местности. Появляются спортивные объекты, способные принимать соревнования высокого уровня. Один из таких – стадион «Юность» в Красногвардейском. Отремонтированную арену в хорошем смысле теперь будет непросто поделить футболистам, легкоатлетам и боксерам. 237 лет Красногвардейскому. А что может быть лучшим подарком населенному пункту, чем инфраструктурные изменения? Несколько сот жителей Красногвардейского сегодня пришли посмотреть на открывающие свои двери. После первого этапа реконструкции, на который израсходовали 18 миллионов рублей, местный стадион «Юность». В результате долгих работ здесь все новое, измененное до неузнаваемости. Свежие легкоатлетические дорожки, зеленый изумрудный газон. Первый этап – это 18 миллионов рублей. Безусловно, стадиону нужны еще денежные средства для реализации второго этапа, для того, чтобы сделать возможным занятие спортом в разное время суток, в том числе и вечернее. Боевое крещение «Обновленная юность» прошла в футбольной баталии. В гостях Красногвардейского района команда из Чеченской республики «Войнах». Местные футболисты, красногвардейская команда «Орбита» получили в распоряжение комфортное поле для проведения матчей любительского футбольного чемпионата Крыма. Уже совсем скоро здесь же их ожидает официальный дебют. Есть возможность играть в пас, передачи, прием мяча. Это все очень влияет на качество игры. Действительно впечатляющие масштабы для простого крымского поселка. После первого этапа реконструкции на стадионе «Юность» есть даже новое цветное электронное табло и автоматическая система полива газона. Но это еще далеко не все положительные изменения, которые коснулись внешнего облика скромной сельской арены. В ходе второго этапа реконструкции будут полностью заменены пластиковые сиденья. Что касается сегодняшнего развлекательно-спортивного вечера, подведет итоговую черту он здесь, на вот этой сцене. Для сотен жителей поселка Красногвардейский в 237-й год его рождения выступят лучшие местные творческие коллективы. Тарас Березинский, Арсен Фукала, телеканал «Милет», Красногвардейский район. На этом все. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин